Нью-Йорк, 1930 год. В одну из клиник привозят пациента с диагнозом острый аппендицит. Больной отказывается от наркоза. Доктора объясняют, что в случае промедления с операцией возможен летальный исход. Больной вынужден подчиниться. Через несколько часов после операции в палату к больному заходит медсестра. Вы так сильно сжали зубы, что мы всерьез испугались. Доктор боялся, что вы язык проглотите. Никто из медперсонала так и не догадался, что на операционном столе лежал советский разведчик, который боялся во время операции заговорить по-русски. Москва, 1941 год. Внутренняя тюрьма НКВД. Конвоиры выводят арестованных. Среди них худенькая женщина маленького роста. Она осуждена за недоносительство на мужа. Он на Лубянке в камере смертников. Ей неизвестно. Жизнь вон. Именем Союза Советских Социалистических Республик. Предварительное судебное следствие установило, что подсудимый с 1933 года являлся участником заговорщической организации, существовавшей в органах НКВД. Одновременно являлся агентом английской и французской разведок, которые снабжал секретными материалами. На основании изложенного и руководствуясь статьями 314 и 320 УПК РСФСР, военная коллегия Верховного Суда приговорила Серебрянского Якова Исаковича подвергнуть высшей мере уголовного наказания – прострелу. Тогда, когда их арестовали, мне было 5 лет. Ну, я помню в своем детском представлении большого, такого мужественного человека, почему-то всегда в кожанке, кожанку тогда они носили. Вот. Помню, как он меня подбрасывал на руках. Ну, это, так сказать, я думаю, что помнят все дети, которые жили тогда с родителями. Какое-то подсознательное чувство, что он есть, что он рядом. Я думаю, что это было самое главное, что он есть отец. Полина знала, кто ее муж. Знала с самого начала. Но сейчас, когда их разделяли тюремные стены, она вспомнила тот солнечный весенний день 1924 года. Как же она растерялась тогда. Ее вызвали в ОГПУ. Беседу вел Михаил Трилесер, начальник иностранного отдела. Полина Натановна, вам нужно ехать к мужу. Ему трудно. Вам надо быть рядом. Полина попробовала отказаться, но Трилесер пояснил. Поймите, он запросил именно вас. Ему не нужен просто помощник, исполнитель. В случае отказа вам придется сдать паркбилет. Для нее, члена партии с 21-го года, это было немыслимо. Она давно не видела мужа и, конечно, скучала. Но сейчас, когда после стольких переездов они, наконец, обосновались в Москве, сейчас снова все бросить. Тогда еще Полина не предполагала, что поездка к мужу потребует от нее новых профессиональных навыков разведчика-нелегала. Там, в Палестине, ее ждал советский резидент Яков Серебрянский. Полина поедет и будет теперь всегда сопровождать своего мужа. Только один раз ей придется остаться в дом. В 1935-м, когда их двухлетнего сына укусит собака. Полина будет очень переживать из-за маленького Толю, из-за Якова. Наконец, она решит, что все-таки нужнее мужу. С тех пор они будут вместе во всех операциях. Вместе в загранкомандировке, вместе под арест. Она сопровождала отца. Вот это было самое, видимо, для нее важное. Я не уверен, что ее так увлекала работа в самой разведке. Но вот то, что она рядом с отцом, и что ему от этого легче, что она рядом, я думаю, что это был главный стимул. Я не думаю, чтобы, так сказать, она мечтала о профессии разведчика всю жизнь, думаю, что нет. А началось все с молодежного кружка СССР. Если бы не это юношеское увлечение, пошел бы Яков по стопам отца. Старший Серебрянский был подмастерьем и часовщика, а затем приказчиком на сахарозаводе в Минске. Вмешалась первая русская революция. 16-летняя Яша вступает в партию социал-революционеров, став членом ее наиболее радикального крыла – максималистов. Подобный выбор делали многие. Молодежь протестовала против существующего режима. Выбор Якова был обдуманным. В ноябре 1912 года имя Серебрянского исчезает из полицейских сводок. Его призывают в армию. Он не стал, в отличие от многих революционеров, скрываться от службы. В августе 1914 во время боев в Восточной Пруссии Яков получает тяжелое ранение и после длительного лечения демобилизуется. Он едет в Баку. Там тепло, можно хорошо подлечиться, да и работу можно найти приличную. Но в феврале в судьбу вмешивается еще одна революция. И Серебрянский возвращается в политику теперь уже навсегда. Его избирают. Его избирают. Во-первых, он был на фронте. Он получил ранения. Кстати, среди большевиков таких было много. А среди эсеров, особенно правых, таких было меньше. Значительно меньше. Плюс он обладал, очевидно, какой-то харизмой, умением говорить, это несомненно. И организаторскими способностями. Потому что он не только депутат, он возглавляет какие-то подразделения и так далее. То есть он получается, так сказать, человеком на месте авторитетном. Новая республика создавалась на глазах. И Серебрянский стал активным участником этой стройки. Может быть, тогда он поверил всерьез и принял эту идею. Вскоре Серебрянский переезжает в город Решт, иранский Азербайджан, куда 20 мая 1920 года входят части Красной армии. Решт был провозглашен столицей, созданной большевиками Гелянской Советской Республики, со своей Красной армией. Они познакомились именно там, на квартире у своего друга по баксовету эсеровской партии Марка Бельникова. Яков встретил ее, Полину. Нет, она не эсер, да и вообще не имеет никакого отношения к политике. Она просто сестра его товарищей. Ей 18. Сама же Полина была просто очарована. Ведь он уже так много видел, так много знает. Он спокойный, сдержанный. Чувствуется, что он уверен в себе. Его голос тихий, речь вдумчивая. Жаль только, пора ухаживания оказалась очень короткой. Все в том же Реште Серебрянский встречает человека, определившего во многом весь дальнейший путь. его и Полины. Начальник отделения ВЧК, военный комиссар Персидской Красной Армии, Тезка Яш. Это Блюнкин. Авантюрист высшей марки. Человек, шарахавшийся в своей жизни, куда только не придумаешь. Это лучший друг Есенина, спасавший его не раз от милиции ВЧК с одной стороны. С другой стороны, это тот Блюнкин, который спровоцировал восстание левых эсеров, убив посла Германии Мирбаха. За голову которого, так сказать, было поставлено много, но Троцкий спас его. Блюнкин, конечно, должен был произвести на Серебрянское впечатление. Вот. И они могли подружиться. Даже дальнейшая судьба Серебрянского, как бы это логично, нелогично звучало, зависит от Блюнкина в ближайшие годы. Полностью от Блюнкина. После провала этой самой авантюры с присоединением к нам Ирана, оба друга отправляются в Москву и поступают на работу в ЧК. Полина едет тоже. Вернее, Серебрянский увозит ее. Он не может тратить время на соблюдение всех предсвадебных традиций. А ведь это очень важно для семьи Беленьки. Вполне возможно, Якова бодрит дух Кавказа. Он просто крадет невесту. По дороге в Москву Яков и Полина расписались в Саратове. С тех пор их любовь и их служба сплетаются в одну историю. В Москве Блюнкин устраивает Серебрянского в центральный аппарат ВЧК. Однако служба продлилась недолго. 26 августа 1921 года он увольняется из органов. Яков поступает в электротехнический институт. Однако, не успев проучиться и одного семестра, он был арестован своими бывшими коллегами 2 декабря 1921 года. Его берет засада ВЧК, потому что следит не за ним, а за московскими крупными правыми эссерами, в квартире которых оказывается за чашкой чая наш уважаемый герой. После нескольких допросов они понимают, что он никакого отношения не имеет к организации, особенно к московскому центру. Он отпускается, правда, как я уже сказал, с формулировочкой, предупреждающей их никуда его не брать на ответственную работу. Как-то в органы, в прокуратуру, в суд и в МИД. В октябре 1923 года, работая в редакции «Известий», Яков Серебрянский делает окончательный политический выбор. Вступает кандидатом в члены ВКПБ. В это же самое время другой Яков собирается в Палестину. Блюмкина ждет нелегальная работа по линии внешней разведки. Здесь нужен надежный помощник. И снова Блюмкин рекомендует Серебрянского. Причем чекистское руководство как будто забывает о своем недавнем решении запретить Серебрянскому работу в органах. Все очень быстро меняется. Сегодня отвергнутый, а завтра уже особо уполномоченный за кордонной части иностранного отдела ОГТУ. Еще не раз предстоит Серебрянскому этот путь. Из огня да в полыня. Но пока оба Яши, Блюмкин и Серебрянский, выезжают на землю обетованную в город Явку. Тогда, в 1923-м, председатель ОГПУ Феликс Дзержинский по решению Политбюро поставил задачу проникнуть в боевые органы сионистов, чтобы использовать их для противостояния британскому влиянию на Ближнем Востоке. А заодно, имея плацдарм в Палестине, попытаться проникнуть в жемчужину британской короны Индию. В этом Серебрянске с Блюмкиным преуспели. Около 30 агентов они получили в руководстве сионистского движения. Часть из этой агентуры искренне решила работать на молодую тогда Советскую Республику. Основной задачей Блюмкина и Серебрянского стал сбор информации о планах Англии и Франции. Однако они преуспели в другом. Уже тогда им удалось завязать прочные связи не только в Яффе, но и в других палестинских городах. Разведчики-нелегалы создавали агентурную сеть. Отец все-таки, ну, в какой-то степени был склонен вот к таким вот к авантюризму, что ли, вот в хорошем смысле этого слова. В моем понимании, значит, авантюризм это не, значит, авантюра, это склонность к импровизации, вот во-первых, вот. И, так сказать, балансирование на грани, так сказать, опасности. И вот этими свойствами, безусловно, каждый разведчик должен обладать. На мой взгляд, так сказать, не профессионалы, как вы понимаете. Вот. Вот, работал бы он на другой стороне. Думаю, что нет, просто почему. Я думаю, что все его прошлое. Все-таки он происходил из небогатой семьи. И вот свою, так сказать, если можно говорить карьеру, это очень, так сказать, условно здесь термин, он сделал сам. Сразу после отъезда из Палестины Якова Блюмкина нелегальным резидентом становится Яков Серебрянский. Центр ставит задачу внедрения в боевое сионистское движение. Это задание Яков Исакович выполняет блестяще. В процессе работы ему удается привлечь к сотрудничеству с советской разведкой большую группу эмигрантов из России. Позднее все они составят костяк так называемой группы Яши. Он имеет возможность разъезжать в лет лежащие страны. В том числе в страны, где есть наше представительство. В частности, Иран. В другие страны. Он имеет связь с центром. То есть все данные, сведения, интересные вещи, которые он считает нужным и долгом сообщить центру, он сообщает. Ему нужен помощник. Помощник бывает а, радист, б, вербовщик. То есть помощник может быть совершенно разным. Но мне кажется, здесь важную роль сыграло то, что он запросил центра, что ему нужен близкий человек. Ему будет легче и лучше работать при наличии Полины. На это пошли, потому что он был незаменим. Полина не видела мужа почти два года. После беседы с начальником иностранного отдела ОГПУ, ей стало многое ясно. Она нужна мужу. Ему трудно. Вместе они должны многое сделать. А семейная пара, как известно, должна располагать к еще большему доверию. Конечно, ее подготовили к поездке. Яков не захотел вызывать постороннего человека, как это делали многие разведчики. Всеми профессиональными качествами он обладал сам. Хотя нигде этому и не учился. Его природный талант вербовщика, аналитика, конспиратора на самом деле не нуждался ни в ком. Видимо, главная причина их встречи была в другом. Выезжала как жена, это формально. Причем, как интересно, был такой случай, опять я с маминых слов говорю, значит, у них тоже, так сказать, каждая поездка, она... В каждой поездке был свое лицо, свой паспорт, свои документы. Вот она выехала под какой-то фамилией. А потом, когда она вернулась сюда, ей сказали, что была накладка, потому что в тот же день под этой же фамилией, и по линии там другой, там по линии гру уехала другая женщина. Она помогала ему в работе. То есть у нее были какие-то свои задания, которые отец ей давал, она выполняла. Выполняла какие-то задания по связи там, по наблюдению там, ну и так далее, и так далее. То есть она выполняла разведывательную работу тоже. Весной 1924 года, после долгой разлуки, они снова вместе. Она еще долго не будет иметь никакого звания. Ее деятельность не будет даже оплачиваться. Она будет просто помогать мужу. В декабре 1925-го Серебрянского отзывают из Палестины в Москву. Нельзя долго засиживаться на одном месте. Через год, в декабре 1926-го, председатель ОГТУ Вячеслав Минжинский предложил Якову Исааковичу возглавить особую группу. В конце 20-х, начале 30-х годов мы ожидали войну. Совершенно официально на полетбюро обсуждались вопросы, секретные, естественно. С кем мы будем воевать? Ну что, воевать будем, точно знали. То есть думали о нападении Польши, думали о нападении Англии. Плавно такие вынашивались. Тогда у нас более-менее близкие отношения были с Германией. До приходу Гитлера к власти. Именно близкие. Немецкие летчики, немецкие танкисты учились у нас. То есть мы знали, что у нас в Европе хотя бы один союзник есть. А остальные были не союзники. В декабре 1926-го решением Полетбюро создается особая группа. Глубоко законспирированная. В ее задачу входит создание резервной нелегальной сети для проведения диверсионных операций в тылах противника в Западной Европе, на Ближнем Востоке, Китае и США в случае войны. Одним словом, особо важные операции за рубежом. Формирует и возглавляет эту группу Яков Серебрянский. В его распоряжении всего 20 оперработников. Остальные за границей в качестве нелегала. Это значит, работа без прикрытия, в одиночку, где в случае провала выбора просто нет. Это и есть группа Яши. Уже к середине 30-х годов группа Серебрянского имела за рубежом 16 работоспособных нелегальных резидентур. Работы нелегальной разведки. Люди подвергались опасностям. И самое главное, что они, как я уже говорил, были предоставлены сами себе. Государство за ними не стояло в этой ситуации. Это первое. Второе. Второе, это, наверное, находчивость. Ну, вот известен случай о том, как надо было вывести документы из Парижа. И когда была организована тотальная проверка всех поездов, самолетов, пароходов, я не знаю, чего еще, просто он бросил эту пачку документов в купе на стол, все перевернули, а на эту бумагу не обратили внимания. Ну, вот это мы об этом уже говорили как-то в каком-то из предыдущих наших разговоров. Ну, просто вот это свидетельствует о действительно присутствии духа, о находчивости, ну, естественно, о мужестве. Яков и Полина Серебрянский отправляются в Европу. Сначала Бельгия, затем Париж, начинают опутываться незримой сетью советской агентуры. Яков Исаакович Серебрянский, он же Бергман, он же просто Яша, по-прежнему использует прикрытие преуспевающего финансиста. Так продолжают виться еще старые палестинские нити. Также приобретаются новые контакты и в полиции, и в госучреждениях. И самое невероятное, что за всем этим прикрытием стоят обычные люди, муж и жена. Они часто выезжают за границу, меняют имена и фамилии, это их работа. В 1927 году в Бельгии мама переживала смерть дочери своей, моей старшей сестрой, которая родилась в 1927 году и очень вскоре умерла от какой-то желудочной заболевания. И вот когда мама совсем уже, она где-то тоненькая была, когда она бледная и худая выходила на улицу, полицейский говорил ей, манже, мадам Лебанон, манже. Вот из этого я заключил, что тогда их фамилия была месье и мадам Лебанон. Они ходят в кино и рестораны, они посещают театр, принимают гостей, и это тоже часть конспирации. Они остаются сами собой, только друг для друга. Все самое глубокое, самое важное между ними нельзя проследить по документам. Их чувства и истории их настоящей жизни останутся только для них. В начале 1930 года всю русскую эмиграцию во Франции потрясло известие. В Париже бесследно пропал Александр Кутепов, глава Русского общевоинского союза. Генерал просто вышел из дома и не вернулся. Конечно, все понимали, что исчезновение связано с деятельностью Кутепова. После смерти барона Врангеля генерал решил активно действовать в борьбе против большевизма. Диверсии Ровса стали серьезно волновать советское правительство. Для тех времен это была выдающаяся операция. С одной стороны, как выяснилось, не такая сложная с другой. То есть, по идее, похитить руководителя крупнейшей антисоветской организации крайне сложно. И готовили с ней соответственно. В Париж выехало 6 человек из Москвы, из разных отделов. На месте две резидентуры работали тоже на эту же операцию. То есть, выяснялось все, как Кутепов живет, куда ходит, на чем ездит, кто его охраняет. Планировал все Серебрянский, он жил в Париже. Но он нигде не высовывался, то есть, его нету в операции. Он держит все нити в руках. Были варианты и брать с охраной, то есть, были варианты разные. И в форме полиции, и без формы полиции. То есть, и ворваться в кабинет. То есть, рассматривались все варианты доскональнейшим образом. То есть, в данном случае, опять же, Серебрянский, которого никто не учил этому. Он стал аналитиком, он великолепно спланировал эту акцию. С началом гражданской войны в Испании, группа Яши участвует в нелегальных поставках оружия республиканскому правительству. И НКВД, и военная разведка с начала конфликта снабжали республиканцев оружием, переправляя его всеми доступными способами. Но морские пути были под немецким прицелом, а поезда застаревали на таможнях. Испанцам были нужны новые самолеты. И Яков Исакович разрабатывает одну из самых дерзких своих операций. Серебрянский купил хорошие самолеты. Для третьей страны. Французы, бизнесмены, конечно, продали. Но чтобы самолеты купить, надо посмотреть, работают они, летают, нет. Вот поэтому Серебрянский купил, организовал покупку самолетов, подготовил аэропорт, аэродром, вернее, какой аэродром. И, естественно, подальше от, не в Париже, в Лебуржае это все демонстрировать, а где-нибудь подальше от глаз. Летчики сели, машины, взлетели, самолеты оказались летучие. Ну и полетели куда надо, там ждали. 13 июня 1934 года, через три дня после образования НКВД СССР, группа Яши получила официальное название – оперативная группа особого назначения. За 16 лет нелегальной работы за границей, Яков Серебрянский не вызвал подозрения ни у одной спецслужбы мира. Однако осенью 1938 года Серебрянский с женой были отозваны из Парижа. Их арестовали в Москве прямо у трапа самолета. Приходит новый нарком Берия. И все люди, как-то связанные с Ежовым, и как-то связанные со старыми чекистскими кадрами, попадают не подозрения. Просто на Серебрянского начинают давать показания. Его друзья, его товарищи, его соратники. Арестовывается фактически 56% иностранного отдела. Люди, которых Серебрянский очень хорошо знал, с кем работал, с кем дружил. Многие дают показания, с кем ты был, условно говоря, во Франции, когда тебя завербовала французская разведка. Ответ. В это время там же находился Серебрянский, который возглавил там свою нелегальную группу. Вот, пожалуйста, надо копать под Серебрянского. Следствие вел начальник отделения секретно-политического отдела ГУГБН КВД Виктор Абакумов. На протоколе от 12 ноября 1938 года появляется резолюция Берии. Товарища Абакумову хорошенько допросить. Конечно, эта резолюция не стала причиной конвейерного, а проще говоря, просто зверского метода дознания, но, естественно, усилила рвение следователей. Спустя 4 дня на допросе с участием самого Берии, который проводили начальник 2-го отдела Богдан Кабулов и Абакумов, Серебрянский был избит, и его принудили дать ложные показания. Но допросы все продолжались. Обвинительное заключение появилось только спустя 2 года. Суда пришлось ждать еще год. Яков Исакович Серебрянский пробыл в застенке 3 года. Но верх цинизма власти в другом. Все это время Серебрянский продолжал работать. Он писал специальный учебник по разведывательно-диверсионной работе. Труд неоценимый для внешней разведки. Что он думал тогда о своей судьбе? Жил ли он с обидой или ненавистью? Скорее всего, Серебрянский хорошо знал цену руководителям того времени. Скорее всего, он понимал закономерности маховика репрессий в Советском Союзе и то, как эти репрессии регулировались на самом верху. В день заседания военной коллегии Серебрянский решил идти до конца. Он не признал себя виновным. Заявил, что оговорил себя по причине так называемых физических методов воздействия. Руководствуясь статьями 314 и 320 УПК РСФСР, суд приговорил Серебрянского Якова Исаковича подвергнуть высшей мере уголовного наказания расстрелу. 1941 год. Начало августа. Немецкие войска захватили Белоруссию, Украину, Прибалтику. Руководство страны требует развернуть партизанский фронт для борьбы с фашистским нашествием. В НКВД создается особая группа, но для работы в ней не хватает профессионалов. По линии НКВД руководит всей партизанской работой Павел Судоплатов. Он пишет Берии записку о том, что в лагерях и следственных тюрьмах содержатся разведчики, профессионально проявившие себя за границей. Судоплатов уверяет, что этим людям можно доверять. Был приказ Берии. Все перечисленные люди были освобождены из тюрьмы или с пенсии, с второстепенных работ. То есть все были возвращены в органы. Им дали последнее звание. В списке был Серебрянский. И Полина Натановна, конечно. А Полина Натановна к этому времени лейтенант государственной безопасности. Им возвращается все. Вплоть до вступления в партию и так далее. То есть не было никогда ареста. Забудьте. В конце августа 1941 года, спустя почти два месяца после вынесения ему смертного приговора, Яков Исакович вышел на свободу. Мы приехали с мамой в вокзале. Вдруг, значит, какой-то совершенно вот огромный мужчина в кожанке подхватил меня, подбросил. Высоко-высоко. Я совершенно его не помнил. Но когда мне было пять лет, что я мог запомнить? И вот первое впечатление, что вот я лечу вверх, и меня подхватывают руки отца, это, конечно, на всю жизнь. Но я не помню, чтобы он там меня целовал там как-то. Но вот так за плечи обнимет. Вот постоит со мной так. Ну, каких-то такого вот лизаний и сюсюканье с его стороны я не помню совсем. Теперь Серебрянский будет организовывать операции по сопротивлению фашистам. Его знания окажутся необходимыми при развертывании массового партизанского движения в тылу врага. А как пригодится его опыт в создании резидентур глубокого оседания? Серебрянский будет находиться на новой волне вдохновения. Он станет смотреть и просчитывать далеко вперед. Вербуя военнопленных немецких, австрийских, итальянских, Серебрянский подготовит резерв к атаке в будущей холодной войне. Запах мази Вишневского – одно из самых ярких воспоминаний Полины о тех первых днях на свободе. Выйдя из заключения, она долго лечилась от травматизма. Больше она не принимала участия в операциях мужа, по крайней мере официально. Но даже тогда, когда все стало налаживаться, она не забыла, как в далеком, теперь в 35-м году, не смогла сопровождать Серебрянского в Японию, как осталась дома с больным сыном, как переживала за мужа. Полина понимала, что ничего не изменилось с тех пор, что она по-прежнему очень нужна Якову. В основном, мной занималась мама. Занималась фундаментально. Меня заставляли, я благодарен бесконечно за то, что меня вовремя заставили заниматься английским. Я помню, начиная с какого-то момента, каждый вечер мы обязательно садились и прочитывали главу, я помню, из Вальтера Скотта и Зайвенга. Обязательно. Вот, надо было начать и кончить. Ну, слава Богу. Я ужасно жалею, что я не выучил французский язык. Ну, потому что, когда они хотели оговориться так, чтобы я ничего не понимал, они переходили на французский. Яков Исаакович Серебрянский прошел всю войну. Он лично организовывал разведывательные операции за линией фронта, перебрасывал в тыл противника несколько оперативных групп и агентов-одиночек. В 1943 году старший майор госбезопасности Яков Серебрянский должен был получить генеральские погоны. Это историческая несправедливость, потому что он был, когда его нынешние начальники, и судоплазм, и дингон, еще, скажем так, лейтенанты ходили, он уже был старшим майором. Он получил свой ранг в 1935 году. А это генеральский ранг. Но генералу не дали. Орден Ленина наградили, но генерал он так и не получил. В 1946 году министром госбезопасности был назначен Абакумов. И Серебрянскому пришлось выйти в отставку. Так называемая заслуженная пенсия. Возможно ли это с разведчиком такого масштаба? Конечно же нет. Просто именно Абакумов тогда, в 1938 году, вел дело Яши. Именно он, применяя зверские пытки, выбивал из него ложные показания. Впервые за долгие годы напряженной работы Яков Исакович получил возможность отдохнуть. Он занимался переводами и наблюдал. Ему, человеку, знающему всю систему изнутри, не составляло труда разгадывать, словно шифровку, все происходящее в стране. Спустя 7 лет, после очередных кадровых перестановок, о Серебрянском вспомнили снова. Как и прежде, органам госбезопасности нужны были профессионалы. Шел 1953 год. Он понимал, что это его работа, что это его профессия, действительно, которую он отдал очень много лет сил и знаний. И он, конечно, был очень доволен, что эти знания и силы, и умения снова востребованы. И это он говорил об этом. Мама отнеслась к этому с осторожностью. То есть она советовала ему подумать, во всяком случае, насколько мне известно, протестовать или что-то требовать от отца. Она не могла, у них были не такие отношения. И он вряд ли бы, так сказать, пошел навстречу ее требованиям жестким, каким-то работой, не работой. Но это не было в их характере просто. Но она, в общем-то, по-моему, она переживала, что его приглашают на работу. Но он был рад. И уже через несколько месяцев Полина и Яков будут снова арестованы. На этот раз их будут обвинять в Бериевском заговоре. Но даже сами следователи будут в тупике. Им не удается ни приклеить, ни выбить необходимое признание в заговорщической деятельности. Но приказ на арест был получен, нужно было что-то предпринимать. И тогда поднимается дело 1941 года. Серебрянского вновь обвиняют в шпионаже и заменяют тот старый несостоявшийся расстрел на 25 лет заключения. Суд не потребовался. Говорят, его замучили в органах. Нет, его замучили вполне приличные наши родные прокуроры. Прокурор Цареградский, генерал-майор юстиции. Который вызывал на допросы так же, так сказать, ежедневно и ночью. То есть то, что нет, законно. А самое главное незаконно, почему? Потому что все дело закрыто. Он должен отбыть место заключения и сидеть свои 25 лет. Это плохо, это нехорошо, но это правильно. А его никуда не везут, его допрашивают. В итоге сердце не удерживают. Мы не знаем, били его, не били. Потому что в отличие от органов, прокуратура не оставляет документов никаких. Полина не сразу поверила в его смерть. Казалось, что страшнее, чем тот приговор 41-го года, уже ничего не может быть. Да и явная мистификация последнего ареста давала надежду. Может быть, это ошибка? Полину освободили, но еще долго не пускали в столицу. Сначала ей дали минус 100 километров, потом она жила в подмосковном Щелково. Как и прежде, Полина понимала, что очень нужна своему мужу. Она твердо знала, твердо верила, твердо понимала его невиновность. Ну, и сами власти-то, в общем-то, отдавали себе отчет о его невиновности. И в первом случае, и во втором случае. Ну, а мама тем более знала его. Столько лет была рядом с ним. Это раз. И она считала, что необходимо совершенно восстановить правду. восстановить, значит, то, что было на самом деле. Причем она требовала не только реабилитации по уголовному делу, она требовала партийной реабилитации. Ну, потому что человек, так сказать... Потому что первый раз, когда отцу дали справку, не, не, отцу, маме дали справку о том, что отец, значит, реабилитирован, написали так, что не то, что он реабилитирован, а написали, что дело прекращено ввиду отсутствия доказательства его причастия к преступлению. Представляете, какая мерзкая формулировка? В начале 1971 года председатель КГБ СССР Андропов во время подготовки первого учебника по истории советской внешней разведки узнал о трагической судьбе Серебрянского и распорядился провести дополнительное расследование. Надуманность обвинения была налицо. Достаточно было выяснить, что Серебрянский даже не упоминался в делах о заговоре в органах ГБ. Возможно, ему приклеили этот ярлык только за тем, чтобы получить нужные сведения. Показания, на основании которых можно было сфабриковать еще не одно дело против отвергнутых. Тогда же новое следствие столкнулось с целым рядом плохо объяснимых фактов. В Штатах, когда ему делали операцию аппендицит, ему прислали очень приличные деньги для того, чтобы он просто поехал в хороший санаторий и подлечился. Значит, он сказал, что не имеет права на себя тратить такие деньги. Когда была операция с самолетами, известная операция с самолетами, у него были действительно чемодан с деньгами. Это не мое, и я не могу, не имею никакого права этим пользоваться. В мае 1971 года Якова Серебрянского реабилитируют. Семье вернут его награды. В урну вместо праха положат землю с первого братского захоронения на Донском кладбище. КГБ выплатит жене странную сумму – 333 рубля 33 копейки. Так закончится история знаменитого Яша, одного из создателей советской нелегальной разведки. Полина переживет Якова на 27 лет. По-прежнему худенькая, маленького роста. Она еще долго будет оставаться привлекательной. Однажды ей даже предложат выйти замуж, очевидно, не догадываясь о главном ее предназначении. Полина откажет. Эта фотография единственная, где они вместе. Двадцатые годы. Еще совсем недавно Яков похитил невесту и привез в Москву. Впереди еще долгая жизнь. Они и догадываются, как часто все будет меняться в их судьбе. Полина еще не знает, что значит любить разведчика нелегала, пока она просто решила всегда быть рядом с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok